Максим Вячеславович 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 определенных фруктов и почему вы имеете виду с российской федерации российской федерации про кокосы про дуриан нет это на самом деле это 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 те скажем так ограничения которые сам вьетнам применяет в отношении вывозимых с их территории фруктов то есть да такая вот особенность есть у кокоса что энтероскопы то есть ну грубо говоря рентген аппараты которые мы все видим в можно так их назвать на чтобы мы понимали о чем мы говорим да в аэропорту они не просвечивают эту скану скан так скорлупу кокоса да и поэтому он запрещен к вывозу и погрузки самолет и вывозу с территории вьетнама арбуз потому что но это тут тут не только вьетнам а просто потому что при перепаде давления может быть неприятные разные да момент ему он может просто лопнуть до перепад давления ну дуриан все мы знаем да что это особенный фрукт который наряду с тем что он очень вкусный также ну как он так неприятно пахнет поэтому в случае повреждения его кожуры где-то в самолете в багаже просто будет неприятно всем нашим пассажирам или возвращающимся назад поэтому такие вот ограничения есть с вьетнамской стороны но на самом деле страны которые принимают туристов изначально они об этом знают да они уже каким-то образом уже наработали практику поэтому на и на этих рынках экзотических да есть специальные корзинки в которых входит как раз пять килограмм то есть есть объем какой-то фруктов ну то есть нужно просто подойти к этому ответственно дабы не прилетев с отдыха во-первых ну не столкнуться скажем так с какими-то ограничительными мерами да с точки зрения нашего контрольного органа грубо говоря довести эти фрукты довести до своих родственников друзей угостить и вот они попасть какую-то такую вот не очень приятную ситуацию поэтому нужно запомнить правило 5 килограмм а что касается цветов есть какие-то особенности да также продукция несмотря на то что эта продукция высокого фитосанитарного риска возможен ввоз срезанных цветов без фитосанитарного сертификата но не более трех букетов на человека то есть но повторюсь опять же срезанных цветов то есть тут речь не идет о горшечных каких-то растениях да то есть землей так далее потому что там риск еще более велик и вот такой такой продукции даже в багаже просто запрещен то есть растительный посадочный материал горшечные растения они не могут быть везены вообще не могут только срезанные цветы а какая ждет административная ответственность тех кто нарушил правила воза на самом деле в случае с карантином растения штрафы небольшие это порядка от 300 до 500 рублей штраф небольшой но повторюсь что одна основная скажем так санкция это что такая продукция просто не может быть допущена к возу на территорию российской федерации то есть она будет либо изъята либо возвращена в страну отправления и вот это наверное самое будет самый большой урон потому что люди потратят деньги да на во вьетнаме то скажем так на покупку этих фруктов а ввести их не смогут но опять же это случае нарушения с нарушение не будет если будет определенный установленный вес если будет та продукция которая разрешена к ввозу и все остальные нормы будут соблюдены то без проблем турист пересечет границу после таможенного контроля после пограничного таможенного пройдет наш ветеринарный фитосанитарный и попадет скажем так домой вместе с тем в любом случае если есть какие-то вопросы во первых есть понятно что просторы интернета но не всегда точная не всегда полная информация там присутствует поэтому всегда любой турист отъезжающий в преддверии своей поездки может обратиться к нам управление руссельхознадзора по магаданской области за разъяснениями скажем тогда мы дадим все необходимые консультации для того чтобы таких моментов не было и контакты скажите пожалуйста давайте мы назовем скажем так у нас есть два направления по которым можно обращаться да это карантин растений это отдел карантина фитосанитарного контроля на госгранице российской федерации 608 44 2 телефон и отдел ветеринарного надзора также на государственной границе российской федерации это 648 134 это два телефона начальников отделов которым можно смело звонить и они проконсультируют по всем этим вопросом максим вячеславич благодарю вас за беседу я напоминаю что мы общались заместителем руководителя управления росссельхознадзора максимом пастуховым до свидания до свидания